Друзья, всем привет! С вами Светлана Кейк. Сегодня я покажу, как сделать такое невероятное красивое безе. Посмотрите, какие милашки! Если интересно, оставайтесь со мной. В белок я добавляю сахар и нагреваю на паровой бане до полного растворения сахара. После того, как сахар полностью растворился, масса достигла температуры примерно 50-55 градусов, переливаю в миску и взбиваю на высокой скорости я буду взбивать ручным миксером до плотных пиков. В конце взбивания я добавлю лимонную кислоту и немного ванилина. Вот такое плотное безе получилось. Миксер у меня не самый мощный, 450 Вт. И порцию на 2 белка я взбивала 7-8 минут. Меренгу я окрашиваю водорастворимыми красителями. Я возьму апельсиновый, голубой, зеленый, розовый, и совсем немного коричневый. Безе я буду отсаживать на тефлоновый коврик или можно воспользоваться силиконизированным пергаментом. Первая фигурка у меня будет снежный шар. Для этого я взяла трубочку прямой срез, у меня 12 мм. Начинаю отсаживать ровный круг, приставляю к пергаменту и начинаю давить. Затем беру воду, синтетическую кисть, немного промакиваю и сглаживаю края. Затем беру трубочку, у меня это открытая звезда, и делаю нижнюю часть шара. Теперь сделаю цыгренка. Я взяла трубочку срез 10 мм. Делаю кружочек. Затем немного подправлю кистью. Затем обычным корнетиком, я сделала прямой срез, делаю ушки. Теперь белым корнетиком, срез пару миллиметров, делаю щечки. Сразу сделаю глазки. Розовым корнетиком, срез 2 мм. Сделаю носик и добавлю розовые ушки. Затем зеленым цветом, у меня трубочка, открытая звезда, делаю елку. Начинаю с нижней части елки, делаю такие как бы как запятые. И теперь внахлёст, делаю второй слой. И третий. Теперь из корнетика, сделаю лапку, которая держит елку. И немного подправлю. Теперь можно украсить елку и сам шарик. Для этого я воспользуюсь сахарными бусинами. Дальнейшее украшение я сделаю после того, как безе полностью высохнет. Теперь делаю тигренка. Начинаю делать с животика, делаю такой кругляшек. Теперь делаю тело. Просто обвожу белый кружочек. Хвостики убираем кисточкой. Теперь делаю хвостик. Задние лапы. И теперь делаем круглую голову. Начинаем давить. И стараемся делать ровный кружок. Теперь из корнетика делаю ушки. Белым цветом делаю щечки и глаза. Также белым корнетиком сделаю шерсть на щечках. Розовым делаю носик и ушки. Также делаю пяточки и пальчики. Затем к орнетикам с голубым цветом я сделала прямой срез. Сделаю шарфик. Следующий тигренок будет с елочкой. Сначала делаю голову. Поправляю все хвостики. Теперь ушки. Теперь ушки. Добавлю щечки. Немного шерсть на бока. Теперь глазки. Также розовый носик. Немного розового в ушки. И теперь делаю елочку. Такую же, как на снежном шаре. Сверху внахлёст второй слой. Третий. Можно сделать немного пушистее. И теперь делаю лапку. Добавлю пальчики. И украшение на елку. Теперь ставлю сушить безе в разогретую духовку. При самой минимальной температуре. У меня духовка газовая, поэтому я сушусь при открытой дверце. Время сушки зависит от вашей духовки. У меня это занимает пару часов. После того, как безе полностью высохло, я добавлю акценты. Я буду использовать водорастворимые красители. Возьму коричневый краситель. И делаю акценты на нижней части шара. Затем черным красителем добавлю деталей на тигрят. Можно воспользоваться водорстворимыми красителями и кисточкой. Или нарисовать пищевым фломастером. Затем крас dissolимым. Затем красителем держим. Всё, хватает пищевым мар融. И сделаем кресло второе племя для тигрят так. Затем его关 delle длины. Похождесят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...